Девушки отдыхают Прекрасными композиторами Мне кажется, мы сегодня целую жизнь вместе прожили И сегодня мы будем Сейчас будем говорить про время композиторов Человек против искусственного интеллекта Что это такое Что думают по этому поводу композиторы И все И сначала мы с вами 20 минут поговорим А потом композиторы и спикеры Олег Макаров и Дмитрий Морозов Представят звуковую инсталляцию Я правильно понимаю? Что-то представят Импровизацию Можете тоже взять Некую звуковую импровизацию Но сначала мы поговорим о том, что же это такое нас будет ждать Раз один Здравствуйте Вначале я хотела бы обратиться к Дмитрию Курлянскому Дмитрий, вас пока не было Мы уже успели послушать вашу музыку И узнать, что происходит в вашей душе И теперь мы наконец видим вас И можем поговорить с вами Вы знаете, когда мы с вами общались в Фейсбуке Незадолго до сегодняшнего мероприятия Вы мне написали, что искусственного интеллекта на самом деле нет И обещали объяснить, почему, но позже Мне кажется, сейчас самое время Почему искусственного интеллекта нет Да, здравствуйте, во-первых Во-вторых Раз, раз, раз Слышно меня? Да, сейчас пойдем Здравствуйте, во-вторых Во-вторых Я не помню, что происходило в моей душе Во время написания того, что вы слышали сегодня А во-третьих Действительно, тема искусственного интеллекта И не столько даже только искусственного интеллекта Сколько вот сочинение с помощью компьютера При помощи компьютера С участием компьютера По-прежнему остается животрепещущий И в каком-то смысле раздражающий Определенный срез композиторов профессиональных Старшего, скорее, поколения Темой Буквально недавно Один мой хороший знакомый Он не музыкант Но тем не менее Как бы с культурой связан в своей деятельности Расспрашивая меня о каком-то моем сочинении Очередном узнав о том, что я Сделал эту пьесу В том числе при помощи Компьютерной программы Которую мы, кстати, с Олегом вместе разрабатывали Он очень расстроился Я понял, что я даже В общем, есть угроза, что я потеряю друга Потому что он сказал буквально Как же ты так можешь передоверять Собственно, творческое усилие машине А вдруг она сочинит лучше, чем ты Как ты поступишь В общем, ему показалось, что это какой-то Я бы сказал, так неэтичный даже Со стороны композитора жест Что это обман слушателя Что композитор выдает за свое сочинение То, что вырабатывает искусственный интеллект Машина И похожие, так скажем, пассажи Периодически встречаются В интервью или в вольной речи Некоторых представителей, профессуры Композиторской разных городов Надо сказать, что не только российских Но чаще все-таки бывший соцлагерь И тут вот такой момент, что я понял И как раз возникла эта тема Приглашения на это мероприятие В частности была тема, связанная с искусственным интеллектом Я понял, что, наверное, мне стоит сказать Может быть, кстати, среди сидящих и нет Людей, которые, собственно, считают таким же образом Как я выше определил Дело в том, что сочинение Это не только сочинение звуков И соединений звуков Каких-то гармоний и форм Сочинение — это еще сочинение Сочинение способа сочинения Систем композиторских Композиционных систем Сочинение в том числе жанров Какие-то жанры рождались в ходе истории Сложным путем Какие-то жанры индивидуальны И ассоциируются у нас С конкретными изобретателями этих жанров То есть это нечто, что стоит Как бы до, собственно, звуковой реализации Это тоже сочинение Я довольно часто в своих лекциях говорю Что композитор сочиняет Как сочинять музыку А не саму музыку В том числе и, может быть, в первую очередь Как ее сочинять И вот если говорить об искусственном интеллекте Потом, конечно, я передам микрофон Действительно специалистам в этой области И они, может быть, меня поправят И поспорят со мной Искусственный интеллект — это машина, которая Оперирует определенным предзаданным архивом Обращается к какому-то архиву Будь то звуковой архив Или программный архив Какой угодно И оперирует этим архивом Очень определенным Предзаданным, опять-таки, образом А кто предзадает К какому архиву обращаться И как с ним обращаться Собственно, предзадает это Условно разработчик этой программы Назовем его композитор Если это касается музыкального творчества Таким образом, композиция в данном случае Является сочинением вот этой самой программы Которая будет вести себя именно таким образом Которым нужно, чтобы она вела себя композитору И эта программа уже, в свою очередь Вырабатывая результат Она может рождать довольно солидное Я бы сказал, бесконечное количество Производных Как в частности, вот эта программа С которой мы давно уже с Олегом Работаем вместе Я с одной и той же программой Сделал, ну, как минимум Десяток достаточно крупных проектов Каждый раз это разные вещи Но каждый раз Вот этот запрос в программе И те ограничения, которые я выставляю В программе Они, по сути, являются сочинением Мы все знаем, что в свое время Моцарт придумал игру в кости Для сочинения минуэтов Что такое минуэт? Это жанр, у которого очень определенные Характеристики жанровые Метрика определенная Ритмика определенная Формальная структура определенная Гармоническая структура определенная То есть все предзадано В жанре минуэта Работали, ну, я не побоюсь сказать Тысячи композиторов И продолжают работать Возможно, даже десятки за это время Тысяч композиторов Которые воспроизводят этот жанр Таким образом, этот минуэт Как жанр Это условный искусственный интеллект В свое время выработанный В среде из народной музыки Понятной из танцевальной музыки Уже перекочевавшей в академическую музыку И тем не менее Все эти минуэты Особенно если это касается больших мастеров Они узнаваемы Они несут собственное какое-то зерно Индивидуальности того или иного композитора И вот эти программы Которые сочиняются в том числе композиторами И есть тот самый жанр То есть тот самый минуэт Или сонатная форма Сонатная аллегра Назовите как угодно Который является продуктом Композиторской мысли Творческой мысли А дальше уже результаты Они во множестве своем Доходят и доносятся до слушателя Я сейчас остановлюсь Чтобы вдруг передать Какие-нибудь комментарии Своим коллегам Или вы меня можете перенаправить Перенаправить Никак не могу вас перенаправить Слишком интересно Но если хотите Давайте вас перенаправим Мне стоит продолжать? Мне кажется, да Ну тогда я можно перенаправлю Значит Просто тут действительно Вот на этом этапе Мне было бы интересно услышать От людей, которые собственно Программируют Да, потому что Композиторы Тут еще тоже Оговорку такую Нужно произвести Дело в том, что не все Композиторы, конечно же Обладают достаточными знаниями Для того, чтобы Программировать сложные Среды Компьютерные Которые будут Генерировать Ту музыку Которую композиторы Собственно ждут От этой машины Которую они сочинили И есть два Типа композиторов Оба одинаково легитимны В уже Несколько декад Десятилетий Как компьютерная музыка существует И один тип Это собственно композиторы Которые сами же Программируют А второй легитимный тип Это композитор Который работает с ассистентом Я вот Как раз вот этот второй Для себя, к сожалению На самом деле А может быть и не к сожалению Потому что если бы я умел Программировать Я был бы загнан В рамки своих умений И наверное Как-то внутри этих умений Я оказался заключенным Когда ты работаешь с ассистентом Ты можешь иногда выдвигать Какие-то такие задачи Которые возможно И не пришли бы в голову Внутри тех умений Которые есть у программиста Как правило Это тоже музыканты все-таки И вот с Олегом У нас Ну я бы назвал это Дуэтом Тандемом Да Мы работаем уже Лет пять Я так думаю Что лет пять И уже две оперы У нас были Сочинены И Хотел сказать Сгенерированы Значит Реализованы На разных сценах России И других стран И некоторое количество Альбомов Электронной музыки И в частности Кстати Вот я упомяну 3 сентября В галерее Stellar Art Foundation Откроется Выставка Моей Нашей С Олегом На самом деле В том числе Одна из инсталляций Которая на этой выставке Представлена Она разработана Совместно с Олегом С помощью той самой программы Над которой мы Год наверное Вместе работали Приглашаю всех Олег Передаю тебе Слово Спасибо На самом деле Я абсолютно Ну Я сейчас Никак не Покривлю душой Если скажу Что я абсолютно Полностью согласен С тем Что было сказано Дмитрием Вот до этого Потому что Ну он на самом деле Очень-очень точно Все сформулировал И Сложно Наверное Мне Я не знаю Дима Морозов Что-то сможет добавить Вот этот тезис Что искусственный интеллект На самом деле Не существует Это абсолютно Абсолютно так Я тоже к этому Присоединяюсь Потому что То что сейчас Называют искусственным интеллектом Это фактически Очень мощная База данных Которая наполняется Фактически Ну которую Создает программист И которую Наполняет пользователь И соответственно Все что сейчас Называют С генерированным Искусственным интеллектом Это по факту Ну просто Ну создание подобий По какому-то образцу По какому-то Корпусу образцов Да По какому-то количеству Да Можно там загнать туда Кучу музыки Я не знаю Там Мендельсона И эта штука Будет генерировать Музыку как Мендельсон Похожую Да Но невозможно Заставить этот Искусственный интеллект Сочинить что-то новое Придумать что-то Ну как бы То чего То чего в нем То есть он как бы Может делать Бесконечную вариативность Но могу наверное Скорее на собственном Примере Вот я когда-то Я делаю в том числе Генеративные Звуковые инсталляции Звуковые скульптуры Которые называются И один из способов Их создания Это компьютерная программа То есть которая пишется Есть специальные среды Программирования Для музыкантов Я сам не программист Чтобы кто не говорил У меня тоже музыкальное Образование Если говорить о формальном образовании Просто в какой-то момент Я понял что мне нужно Нужно это средство Выразительности Нужен этот инструмент Для меня это компьютер Или там любое Электронное устройство Это фактически инструмент Как рояль Или скрипка Который просто используется Для создания Определенного звука Определенной музыки Или звуковых скульптур Собственно Жанр звуковой скульптуры Отличается от музыки Тем что В первую очередь тем Что в нем нет развития И нет начала и конца Если музыкальное произведение В первую очередь Предполагает Работу с формой Работу с Так или иначе С организацией Звуков во времени То звуковая скульптура Она просто звучит И собственно По восприятию Это именно как скульптура То есть туда можно зайти Послушать Выйти в любой момент И получить Каждый человек Получит какое-то свое впечатление И вот одна из таких Звуковых скульптур Которую я назвал Бесконечно интересная пьеса Я ее сделал Собственно Как бы я провел По эксперименту Я в принципе Фанат научной фантастики С детства И меня когда-то Опять-таки В достаточно юном возрасте Очень впечатлил Эпизод В одной из книг Стругацких Где человека Переносит просто Там такой Огромный компьютер В который память человека Переносится просто Побитно Да Как бы какая-то Есть система Там какой-то Очень пожилой профессор Он при смерти И его вот до того Как он умрет Хотят перейти Перенести В виртуальное пространство Я подумал Что можно попробовать Написать Да При моих очень скромных Возможностях Программирования Реально скромных Ну что-то я могу Но Как бы по сравнению С людьми Которые там пишут Серьезные программы Это не котируется Как уровень программистки Я решил попробовать Вот перенести Как бы Часть своей личности В компьютерную программу И написать Такую компьютерную программу Которая бы Генерировала Постоянно Музыку Ну скажем так Таким образом Каким бы я сам Был не против Чтобы эта музыка Была Чтобы она существовала Соответственно Я набрал Некоторое количество Звуков Разложил их По папочкам И написал Довольно простенькую Если кто знает Что такое цепи Маркова То на цепях Маркова Такую штуку Которая просто В каждый момент Времени принимает Решение Какой будет Звук Из какой папки Какой Если такой То какой будет Интервал Между этими звуками Если такой интервал То такой Ну и так далее Там несколько ступеней Несколько там блоков И собственно Во всей этой общей Да То есть Фактически Все что я ограничил Это Ну набор условий Которые должны выполняться И набор исходных звуков Там Причем звуки Были вполне Такие Ну понятные То есть Это Ацемплированное Какое-то детское пианино Какие-то струнные звуки Несколько каких-то Электронных звуков То есть Так вот Вот И получилась штука Которая Почему собственно Бесконечно интересная пьеса Потому что она постоянно Как бы Начинает какое-то развитие Доходит до кульминации Сбрасывает И снова начинается Какое-то развитие То есть Она постоянно держит В напряжении И я честно говоря был немного в ужасе Потому что Реально я слышу музыку Я слышу музыку В принципе такой Какую я бы мог ее Действительно Вот В какой-то момент Написать сам Но при этом Я не могу предсказать Конкретно что будет дальше Потому что вариативность У нее там Ну По моим скромным посчетам Там Исчисляется миллиардами То есть Как бы Если Ну просто перемножить Все возможные варианты Которые То есть Она не повторится Никогда Там При За жизнь человеческую Вот И вот Ну то есть Я ее выставлял Несколько раз В галереях И Каждый раз Приходя Там на чек Я там Садился Слушал Это в течение Получаса И То есть Реально Как будто Частичка меня Просто за меня Пишет мою музыку Это очень Очень странно При том Что повторюсь Что программа Очень простая То есть На уровне Я не знаю Программирования В школе Наверное Сейчас учат В общеобразовательной Просто Вот Ну Давайте теперь Дмитрию Передадим Слово Я глубоко Поражена Течением Этой беседы Просто Вы собрались И каждый Просто такую Мини-лекцию Читает У меня совершенно Нечего добавить Дмитрий Прочитайте Свою Пожалуйста Давайте Может поспорим О том Что-то все Я абсолютно Согласен С тем Что сказали Олег Ну да Мне на самом деле Не остается Во-первых Ничего Кроме Как Продолжить Линию Начатую Дмитрием И Олегом Просто потому Что я с ними Абсолютно согласен В постулате О том Что искусственный интеллект Не существует Но на самом деле Его не существует По По очень Простой причине Достаточно Забавной Потому что Никто не знает Что такое Человеческий интеллект То есть Какая-то Совершенно Эфемерная Конструкция Состоящая Из огромного Количества Условий Которые мы даже Не можем описать Потому что мы даже Не знаем Как этот орган Работает Где вроде бы Он находится Вроде как Вот У некоторых У некоторых Даже не там Вот И Это очень забавно Потому что По сути Это ведет К более фундаментальным На самом деле Вопросам Которые мне Вот очень важны В аспекте В контексте Этой беседы И Самый главный Из них Наверное Собственно Почему вообще Возникает Эта идея Использовать Что-то Есть машинное Обучение Сейчас Искусственный интеллект Называют Машинное Обучение Алгоритмы Которые Сейчас дико Стали популярны И выросли Вследствие того Стали дешевле Компьютеры И появились Технологии Алгоритмы Которые позволяют Это все делать На бытовом компьютере Дома А не на суперкомпьютере В лаборатории И вот Такой резкий бум Как бы И привлечение Огромного количества Людей В это Но собственно Забавно Почему Почему вообще Есть вопрос Искусственный интеллект И композиции Я В отличие от Гораздо более Образованных Митя Олега В общем Не являюсь Ни композитором Ни инженером Ни программистом Я по образованию Искусствовед Но я работаю Как художник Художник Работающий с технологией То есть я работаю С технологиями В разных сферах Это саунд-арт И технологическое искусство В самом широком его смысле И так далее И для меня Все очень сильно Не ограничивается музыкой Да Я очень много занимаюсь Звуком Иногда музыкой Но в первую очередь Мне интересен Общий такой Культурологический Бэкграунд Происходящего И Вот эта ситуация Она на самом деле Наблюдается во всех жанрах Связанных с новыми медиа С компьютерной музыкой С Графикой компьютерной Естественно Может быть даже в первую очередь Ну по крайней мере Это самые зрелищные Какие-то результаты Которые мы видели Последние там условно Лет семь Да Это вот Они были в графике И это есть на самом деле В поэзии В литературе Да Мы все видели Там какие-то пьесы Сценарии написанные Искусственным интеллектом И так далее Вот И Человечество Вообще Вот через Теологическую пиродигму Транслирует Самое свое забавное Свойство На мой взгляд Вот И оно на самом деле Актуально И Вот в контексте Нашей беседы Это дикую лень Вот И Мое Как бы Представление о том Почему все это происходит Что Это страшные лени Но причем Самые положительные Лени Которые только может быть Потому что Чем человек умнее Тем его лень Толкает его На гораздо Большие затраты Усилия Для того Чтобы создать Робота Который помоет посуду Да Инженеры тратят Десятилетия И до сих пор Этого не могут сделать Потому что Это важнейшая Интеллектуальная задача То есть Уже есть роботы Которые Создают лица Создают вас полиции Там Следят за вами И так далее Помыть посуду Ни один искусственный интеллект Робот не может Потому что Такое количество Механических И алгоритмических Процессов Вот И собственно Эта лень Она еще Я конечно Сейчас спекулирую Отчасти вы должны понять Вот Но Человек И в искусстве Это очень здорово Прослеживается В том числе В искусстве Ну и в технологиях В большей степени даже Он всегда стремится Создать Себе подобного Вот И мы это прослеживаем Вообще везде Мы все делаем По своему масштабу По своему подобию Или Расширяя уже Существующие наши Функции Как там Очки Да Стали способом Улучшить зрение Потом Это происходит в бинокль В результате у нас есть Телескоп Хаббл Который летает Вот И это Ну как бы Такое наше продолжение Продолжение Но почему Потому что Лень встать с дивана И приблизиться поближе Ну До галактик далеко Но по факту На самом деле Если масштабировать Это все примерно Вот это Вот И Это очень забавно Как только начинаешь Это осознавать Что Все эти технологии Они как бы Надо чтобы экономить время И поменьше Затрачивать усилий При этом чтобы создать Нужно колоссальное Много усилий Да И поэтому Это могут только Немногие развивать Про настоящие технологии Только настоящие визионеры И Пассионари В своих областях Вот Когда это начинаешь понимать Начинаешь Лично я Начинаю Совершенно по-другому На это смотреть Потому что Вижу во-первых Во всех этих технологиях Обратную сторону Может быть Того Что видят Другие люди Да То есть Очень многие В искусственном телекте Видят опасность Видят Что у нас Поработят машины Алгоритмы Матрица Восстание И так далее Вот Я же вижу Совсем иное Что мы получаем Все больше и больше Инструментов Рефлексии По поводу самих себя Потому что Мы создаем Свои отражения И чем более Творческое применение Их Чем более оно Нестандартное Нетривиальное Тем интереснее Оптика И тем интереснее Какие-то аспекты Которые мы можем Разглядеть в этом Самих себя Тем тоньше И необычнее Мы можем Развернуть Какие-то грани Простите Бытия За пафос Вот И Как бы создавая Свои отражения Искаженные Или странные Преломленные Делегируя Это автономным Сущностям Каким является Полусущность Каким являются Искусственный интеллект Или машинное обучение Лично я на самом деле Вообще Вот например Противник Использования Искусственного интеллекта В искусстве Просто потому что Не потому что Это что-то плохое Это прекрасный Инструмент Один из многих Инструментов Это сейчас Для меня Очень субъективная Вещь Которая связана С тем Что это Хайповая тема Большой тренд Который длится Несколько лет Который до этого Сменил Что-то там Все про блокчейн Говорили А до этого Все говорили Про виртуальную Дополненную реальность И вот там Раз 5-6 лет Меняются парадигмы Такие Что преобладает В культуре Как некая Доминирующая технология Такой с вау-фактором Определенным Которая может Что-то такое Воспроизводить То чего Вроде бы Раньше не было Вот На самом деле Чуть-чуть Поутихнет А по-любому Она чуть-поутихнет И тогда Это будет понятно Что в этом Действительно Спекулятивно Вау-эффект Производит А что является Тонким Точным инструментом Которым можно Очень глубоко Работать Соучаствуя Автору С этими технологиями Вот Но на самом деле Да Как Дима сказал До этого Алгоритмической Или какой-то Генеративной музыки Да там Вот до Моцарта Прослежит На самом деле Есть До античности Можно посмотреть И Нас всегда Преследовало Вот это Интересное Свойство Наделить Своими Какими-то Качествами Творческими В первую очередь Да Я говорю Про художников Некий Объект Некого Актора Который Будет За нас Или вместе С нами Что-то В диалоге Делать Вот И это Очень интересная На самом деле Как бы Оппозиция Или даже Скорее Иерархия В которой Нету Такого Вертикального Подчинения От человека К объекту Да Как например Есть в исполнительском Любом жанре То есть У нас есть инструмент Условно Скрипка И есть исполнитель И это В общем Вот такое У тебя Вот Как бы Вещь Которую Ты там Мучаешь И она Что-то Воспроизводит А в данном Случай Ты создаешь Если сам Создаешь Или берешь И пользуешься Инструментом В котором Ты вступаешь В горизонтальную Связь Вот И лично Для меня Это очень важно Я как художник Постоянно создаю Объекты Которые Часто Больше авторы Лисоавторы Чем я сам Вот Просто за счет Того Что я наделил Каким-то Способом К автономному Существованию Вот И лично Для меня Вот это Какая-то Самая интересная Тема Вот В этом Всем Но мне кажется Дима Примерно Об этом же И рассказывал Просто немножко С какой-то Своей стороны Вот Мне кажется Мне надо замолчать Какие вы все Интеллигентные И испуганные Немножко Все такие А немного ли я говорю Нет Немного Слушайте Я конечно Глубоко поражена Это У меня нет К вам никаких вопросов Почему-то А у меня есть Небольшой комментарий Может быть вы теперь поспорите Или вы все еще согласны С Димой Да мы Во всем всегда Согласны Просто ты сказал Что ты Против использования Искусственного интеллекта Я ухвачусь За вот Слово Использование Да И как Композитор Довольно Много Преподающий Скажу Что я тоже Против использования Искусственного интеллекта Но я Исключительно За создание Искусственных Интеллектов И машин Генерирующих Так сказать Какие-то Идеи наши Да Проецирующие Наши идеи Потому что Использование И создание Это очень Две Разные Зоны Деятельности Человеческой К сожалению Чаще всего Мы сталкиваемся Вот И в Так сказать В масс-культуре Но И не только В масс-культуре С использованием Вот Того Что было создано Так сказать Но тогда Нужно По идее В соавторы Писать Авторов Программ Авторов Вот этих Алгоритмов Которыми Пользуется Композитор И еще Один момент Ты упомянул Мендельсона Что-то Там все А недавно Был очень Забавный Но собственно Это не единичный Случай Несколько Месяцев Назад По-моему В Питере Проходил Круглый Стол Небольшой С Яндексом С командой Яндекс В частности Вот связанный С искусственным Интеллектом И там Принимал Участие Боря Филановский Это Питерский Ныне Берлинский Композитор Который Очень глубоко Образованный Знающий Музыку Человек И Ведущий В качестве Такого Теста Представил Две записи Одна запись Была Харал и Баха Собственно Аутентичная А вторая Запись Была Харал и Баха Сочиненная Вот этим Я не помню Как называется Программа Которая Генерирует Эти Харал и Баха Уже много лет В бесконечном Режиме И Вот Боря Филановский Ошибся В пользу Генератора То есть Генератор Ему скорее Показался Бахом Чем сам Бах Это Вот Любая Система Существующая То есть На самом деле Вот как Ты сказал Или ты сказал Или я сказал Или кто-то Еще сказал Что Мы Воспроизводим Вот Вот эти Машины Жанры Системы Школы И так далее И эти школы Начинают Функционировать В общем-то На равных С нами И действительно Могут Ну что значит Сделать лучше Чем мы Да не лучше Чем мы Это мы И сделали Потому что Собственно Не будь нас Того Кто эту программу Написал Она бы Не стало И не стало Лучше Нас А я Кстати Я поясню Почему Я сказал Именно Мендельсона Потому что Я не знаю Насколько Это правда Но когда Я учился Еще в 90-х годах В училище Музыкальном При консерватории Ходил Такая история Про то Что Опять-таки За некоторое время До этого В консерватории Учился Некий Молодой Композитор Который Сочинял музыку Абсолютно Неотличимую От Мендельсона Там по-прежнему Довольно Какое-то Количество Осталось Это просто Живой человек Который Изучил Полностью Творчество Мендельсона И он Просто Спокойно Обманывал Точно так же Именитых Людей Знающих Выдавая Свои сочинения За сочинения Мендельсона Неизвестные Потому что Мендельсона Достаточно Много Музыки Я думаю Что Например Сонаты Скарлатти Тут вообще По-моему Любой студент Может спокойно Совершенно Сочинять Достаточно Талантливый Всем Немного Искусственный Интеллект Если достаточно Талантливый Ну да Тут просто Я собственно К чему это говорю К тому что Где собственно Разница между Человеком Который просто Научился Повторять Определенную Стилистику И имитировать Определенные Законы Жанра И собственно И тем что Это делает машина Которая просто Это может делать В силу того Что ей не нужно Спать Есть И отдыхать Просто В значительно Больших количествах И с меньшей Вероятностью Ошибки Зачем же нам Столько музыки Зачем ее Столько генерировать Человек хотя бы Спит и ест А искусственный Интеллект Может дать нам Музыки Еще на миллиарды лет Когда же мы Успеем ее послушать Да не обязательно Ее успевать слушать Есть и хорошо Про запас Я вот тоже люблю Когда дома Макарон много пачек То есть как бы Закончится Ну Закончится Друзья Я хотела вас Спросить А вы хотели Сегодня нам Сыграть Звуковую Импровизацию Или нет Вы хотели Нас попросили Вас заставили Нет Нас попросили Вы искусственный Интеллект Но С плохой Требакой Все трое Так а что будем делать Я бы с удовольствием У нас уже Перешел Подступает У нас есть 12 минут Мы можем Распорядиться Ими абсолютно Как угодно Как вы хотите Ну У нас достаточно Спонтанная Сегодня Коллаборация С Олегом Хотя мы вместе Как бы в одной Обоями Назовем так Существуем Больше Наверное Там Под 15 лет уже Что-то около того И Так или иначе Все время Одни и те же фестивали Или похожие фестивали Здесь И не только здесь Вот Но я думаю То что Сегодняшний Небольшой сет Я бы не стал Называть его На самом деле Импровизацией Потому что Это скорее Такая Перформативная Какая-то практика Слушание Слышание Дуэт В котором Не столько Импровизация Сколько Такое Соучастие Звуковое Назовем это так Потому что Мы не говорим Про музыку Вообще Мне кажется В контексте Этого Выступления В данном случае Что-то должно Получиться Мы пока Не знаем Что Тут очень важный Момент Что Каждый из нас Будет использовать Самостоятельно Созданный инструментарий То есть Инструменты Которые Привычные Для Олега И для меня Но для каждого По-разному Я так понимаю Что у Олега Будет Работа с Вебтопом С максимум С программой Немного уточню Все-таки У меня не совсем Полностью Созданный инструментарий Я буду использовать Клавиатуру Которая Производилась Серийно Уже не производится Но со своими Программными Дополнениями Тогда как у меня Будет максимально Архаичный На самом деле Метод В данном случае Но при этом Тоже цифровой Я буду использовать Самодельный Модульный Синтезатор Который я сделал Больше 10 лет назад Но до сих пор Который является Моим Таким Постоянным Спутником Особенно На подобных Мероприятиях Где нужно Импровизировать Черт Мне не нравится Это слово Простите Хорошо Соучаствуйте Я вообще думала Что вы скажете У меня достаточно Архаичный способ Архаичный инструмент Я буду играть На скрипке То есть Я больше Вот такого Ждала чего-то Нет Давай на рояле В четыре руки Ладно Друзья Тогда Я так понимаю Вам нужно переместиться Сколько у нас Сколько у нас Времени 10 минут Спасибо большое Всем Дмитрий переходит В режим слушания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Продолжение следует...